Доброго дня, всем добрым людям. Это в канале Марка Солонина, очередной техникум. Тема этого техникума более чем очевидная. После многомесячных дискуссий, сомнений, колебаний администрация Байдена все-таки согласилась на передачу самолетов истребителей В-16 в Украине. На последнем в Ранштайне согласован некий совместный план стран НАТО, как они будут проводить передачу самолетов, подготовку украинских летчиков. То есть вопрос принципиально решен, и в каком-то самом ближайшем будущем эти самолеты появятся на вооружении ВВС Украины, и, соответственно, сегодня мы обсудим, что это за самолет и что он может дать хорошего. А как хорошо знают постоянные зрители нашего канала, мы никогда не начинаем с конца, мы всегда начинаем с началом. Поэтому историю про этот самолет, вообще его появление в 16-го достаточно незарядная история, мы начнем с самого начала. Начало, это, наверное, будет начало Первой мировой войны, ну и, скажем так, с началом Первой мировой войны и до конца Корейской войны, то есть до 1953 года, тактика использования самолета-истребителя по большому счету не менялась. Самолеты невероятно изменились, а сам подход к делу не изменился. Самолет, в него садился живой человек-летчик, взлетал, крутил головой на 180 градусов, смотрел и глазами визуально, визуально обнаруживал самолет противника. Или не обнаружил, мы об этом уже говорили, еще раз повторю, что примерно 80 вылетов истребителей заканчивались тем, что истребитель ничего не обнаружил, возвращался. Если же ему удалось обнаружить визуальным образом, то есть глазами самолет противника, он с ним сближался. Зачем? Затем, что истрелковое вооружение, причем, что интересно, от 1914 до 1953 года существенных изменений в дальности эффективного огня бортовым и стрелковым вооружениям не изменилось, но это все равно сотни метров. Ну, когда-то это было бы 200 метров, потом стало 500 метров. То есть ему надо было сблизиться, соответственно, воздушный бой был ближним. Первое определение визуальное, второе – ближний. Далее, самые первые попытки стрелять с самолета по самолету дали понятную, достаточно очевидную вещь, что еще никогда, никогда ранние люди не пытались стрелять и попадать во что-то движущееся с такой огромной скоростью. Ни охотник, который стрелял по зайцам, ни охотник, который стрелял по уткам, ни солдаты, которые стреляли с пулемета по солдатам, противника бегущим по полю, никто и никогда не пытался попасть пулей в цель, которая движется с такой бешеной скоростью. 100 метров в секунду – это 360 километров в час. Это очень скромная скорость уже для самолета, скажем так, начала 30-х годов. Потом столы – 200 метров в секунду. Следовательно, надо прицеливаться не в самолет, надо прицеливаться в какую-то упрежденную точку, которая находится от самолета, скажем так, 10 или 5 или 15 или 2 длины фюзеляжа этого самолета. Вот, а как это понять? А человеческим умом это понять невозможно, поэтому довольно быстро все поняли, что стрельба на пересекающихся курсах – это абсолютно безнадежное занятие, абсолютно. А попасть можно только в том случае, когда мы летим или точно на него, или точно ему хвост. Ну, лететь точно в нос смысла нет, тогда время сближения будет очень маленькое, мы не успеем прицелиться или еще врежемся просто в него. Соответственно, единственным реальным способом попасть огнем столкового оружия, пулями или снарядами, в самолет противника – это зайти ему хвост и лететь почти что соосно с ним, ну, плюс-минус 5 градусов лево-вправо. Что и показала статистика Второй мировой войны. Ну, он-то не дурак, он же не собирается поставлять на хвост и просто так лететь. Поэтому надо будет маневрировать. Мы маневрируем, он маневрирует, только вот переманеврирует. Таким образом, воздушный бой был визуальным, ближним, маневренным. Крутился календарь год за годом, десятилетие за десятилетие, а самолеты изменились. И уже даже близко не похожи самолеты. Истребители этажерки Первой мировой войны, допустим, на самолет американский «Сейбр», перед вами советские МиГ-15, МиГ-17, самолеты Корейской войны. Ничего близко похожего нет, и все технические параметры изменились, многократно выросла скорость, потолок, вес взлетный. А сама по себе технология ведения воздушного боя нисколько не менялась. Бой был, еще раз повторяю, визуальный, ближний, маневренный. А так мы потихонечку дошли до середины 50-х годов, и все это время, пока авиационные инженеры клепали эти свои самолеты, другие инженеры в своих лабораториях, опаяли слюдяные конденсаторы, припаивали их радиолампам, потом стали лампы поменьше, потом даже транзисторы появились. И где-то к середине 50-х, во второй половине 50-х, произошло два прорыва. Ну, количество пришло в качество. Во-первых, появился бортовой радиолокатор. Ну, не надо кидать в меня табуретку, я знаю, что бортовой радиолокатор появился в Вторую мировую войну. И немцев, и англичан, и американцев. Но толку с этого локатора было столько, что приходилось иметь дополнительного члена экипажа, который только тем и занимался, что крутил эти эбонитовые ручки, и пытался понять, что это в этом мерцании каких-то всплесков на экране осциллографа. Да и если он что-то мог в этом понять, то удавалось обнаружить вражеский самолет на расстоянии 5-6-7 километров. Мы не о таких локаторах. А во второй половине 50-х появился бортовой локатор, который у нас устойчиво, надежно, почти без вмешательства человека. На дистанции в десятки, если не 100 километров, способен был обнаружить вражеский самолет, способен был прийти в режим автосопровождения. Человек ничего не должен был крутить. Кнопчик только надо было нажать. И луч локатора, как привязанный, вцеплялся в вражескую цель, за ней двигался. Далее он выдавал на экране летчику информацию о скорости цели, дальности до цели. Это один прорыв. А второй прорыв – это то, что, опять же, мини-атюризация электроники, создание вычислительных машин, как они тогда назывались, сейчас это обычно называют словом компьютер, позволили сделать такую вещь, как управляемая самонаводящаяся ракета с радиолокационным наведением, тепловым наведением, главным образом с радиолокационным наведением. В результате, в результате, появилась возможность обнаружить вражеский самолет днем и ночью в любую погоду на дальности в десятки километров, то есть явно дальше того, что может увидеть человеческий глаз. Воздушный бой перестал быть визуальным. Ракета вполне себе, даже самые первые с ПРУ прилетали уже там 15-20-25 километров. Бой перестал быть ближним. Ракете, тем более ракете с радиолокационным наведением, абсолютно все равно прилететь в нос, прилететь в хвост, сбоку, слева, справа. Она летит, она все равно с неконтактным взрывателем. Она должна пролететь где-то на дистанции 5, 6, 10, 15, 20 метров от цели. А как она прилетела, слева направо, справа налево, это уже абсолютно неважно. Запускать ее можно под любым ракурсом к цели. От этого ей не станет ни лучше, ни хуже. То есть воздушный бой перестал быть и маневренным, он стал каким-то совершенно другим. Совершенно другим. Так все подумали. Так все подумали. Самолет-истребитель стал называться сверхзвуковым ракетоносцем. Я это хорошо помню. Когда в школе я учился и листал большую советскую газету, «Красная звезда», там постоянно были такие вот заметки. Я говорю, ну да, это не ударник, отличник боевой и политической подготовки. Капитан такой-то сел, значит, в кабину своего сверхзвукового ракетоносца, поднялся в коммерческой темноте, на экране локатора, появился цель, он нажал кнопку, земля подтвердила, цель поражена. А под это дело сформировалось, было разработано, создано, запущено в производство, потрачено дикие деньги, поколение, иногда его называют вторым, явным или третьим, поколение тех самолетов, истребителей, прихватчиков. Это 60-е годы, на долю которых и пришлись две главные войны. Война во Вьетнаме и две ближневосточные войны. 67-го, шестидневные, 73-го, война судьбы дня. То, о чем много-много-много на этом канале говорили, все фильмы выложены. Именно там, именно там и должны были сражаться эти новые ракетоносцы, которые на огромном расстоянии, не видя друг друга, очень умной радиолокационной ракеты с радиолокационным самонаведением, должны были друг друга сшибать. Результат. Результат. Результат был такой, как на человека, мирно спящего, теплой постели, вылили уши от холодной воды. Ничего этого не работает. Абсолютно не жизнеспособная концепция. Огромные деньги потрачены и выброшены на ветер. Это ничего не работает. Это замечательная картинка. Была хороша, ну, в голове разработчика. Она была хороша в неком сферическом вакууме. В сферическом вакууме летят навстречу друг друга два самолета, два, больше ничего нет, только один вакуум. И вот они в этом вакууме друг друга обнаруживают и нажимают какую-то кнопку. Реальность показала, что обнаружение крайне неэффективно и ненадежно. В этом мерцании летчик не понимает, что там именно он обнаружил, обнаружено ли то, что ему надо. Если начнет на это отвлекаться, он не сможет управлять самолетом. Потому что надо опять вводить второго члена экипажа, что приводит к увеличению размера, веса, стоимости самолета. Да и это не очень помогает. Если в небе находятся десятки самолетов со всех сторон, той и другой стороны, и множество всяких прочих отметок. А еще самолет врачский может оказаться ниже вас. И тогда у нас будут отметки от подстилающей поверхности. Понять ничего невозможно. Это номер-вам. Ракета, которая так замечательная, но просто великолепно на полигонных испытаниях все сбивала. Почему-то ничего не хочет сбивать в условиях реального боя. Опыт использования, мы об этом говорили, американского СПРУ. В Вьетнаме показалось, что из ста запущенных 9 только попадает. Из ста попадает 9. Почему значит попадает? Но она прилетела на той дистанции, на которой сработал неконтактный взрыватель. Это не значит, что этими осколками самолет вражеский был полностью выведен из строя. Плюс к тому, ракеты того поколения, у нас с вами огромный цикл есть по наведению ракет, желающие могут обновить свои знания. Ракеты эти требовали непрерывного, ну или подсвета целей. Ну, в любом случае, летчик должен был удерживать, удерживать луч локатора на цели. И, соответственно, маневрировать самолетом. То есть на все время, пока ракета летела к цели, он был связан в своих действиях, связан в динамике своего полета. Потом еще никуда не попадало. В конце концов, этот дальний и невидимый бой завершался тем, что противники сближались. И вот тут оказывалось, что просто смешной советский МиГ-17, просто музейный экспонат в сравнении с американским Фантомом или С-105, стандерчифом, лупил их, как хотел, своими простыми, припростыми бортовыми пушками. Да, кстати, а в этих самолетах вот этого дальнего неконтактного боя даже пушек не было. Зачем пушки? Зачем на пушке? Мы же на дистанции в 30 километров всех собьем ракетами. Ушат холодной воды. Ушат холодной воды был вылет на всех, в том числе и на американцев, как главного лидера. Военного авиастроения. И, соответственно, в 1972 году была принята программа Lightweight Fighter, истребитель легкого веса, который должен был снова вернуться в исходную точку. Высоко маневренный самолет для ближнего визуального боя, боя, в котором поражать противника будут огнем стрелкового оружия, пушек, плюс ракеты с тепловым самонаведением малого радиуса действия, ракеты, которые хотя бы запустил и забыл. Запустил и забыл, и после того, как он запустил ракету, летчик может маневрировать так, как ему надо по ходу воздушного боя. Сельце второй год. Была объявлена эта программа. Естественно, сбежались все. Те лидеры достаточно быстро отсеяли, и осталось двое. Осталось двое. Они перед вами. Тот, который поближе, это экспериментальный самолет ИГК-F-16, фирма General Dynamics. А тот, что подальше, подальше от вас, ну, там видно надпись ИГК-F-17, это Нортроп. Фирма Нортроп сделала свое. Вот эти двое и начали отчаянно сражаться друг с другом. В этом соревновании, в этом конкурсе уже в 1974 году самые первые прототипы поднялись в воздух. Разумеется, да, я уже к тому времени, ну, в 1975 я поступил в институт. Все это, если можно так сказать, происходило на моих глазах. Конечно же, я болел за F-17, можете не сомневаться. Вот за это красавцем фирмы Нортроп. Он всем хорош. Во-первых, он двухдвигательный. Это правильно. А F-16 – однодвигательный. Это в воздушном бою очень сильно снижает вероятность вернуться домой и сохранить самое главное и самое дорогое и самое дефицитное. То есть летчика. У него два киля. Это тоже повышает боевую живучесть. И вообще он, наверное, динамически гораздо красивее. Скажу я вам. И к тому же еще и, ну, поперечное сечение фюзеляжа меньше. И он даже в те времена уже без всяких фокусов стелса обладал меньше радиозаметности. То есть, конечно, он красавец. Но мои надежды не сбылись. И победителем конкурса все-таки стал General Dynamics и его F-16. Я сразу же должен вас успокоить. На самом-то деле победила дружба. Проект F-17 никуда не пропал. Их объединили с Макдональд-Дугласа. И на базе YF-17 появился палубный самолет, многоцелевой палубный самолет. А F-18. То есть он аэток и ударный самолет для действия по надежным целям и истребителей. Вот его там сейчас полным-полно наделали. На всех авианосах стоит. Но мы сейчас не о нем. Мы возвращаемся к нашему F-16. К нашему F-16. Вот он перед вами. Все хорошо видно. А чтобы было еще лучше видно, я вот там, видите, красненькими линиями обвел. Вот это отсек, в котором спрятана пушка, не просто пушка. Американцы все стали делать серьезно. Там спрятана шестиствольная, сверхскорострельная, там блок вращающихся стволов М-61. Она в том времени была уже ветераном. До этого она стояла на Б-52, как защита хвоста самолета. То есть серьезную вещь поставили сюда. Там скорострельная, спорядка 100 выстрелов в секунду. Я не оговорился. 100 в секунду. А позиция 43, видите, она тоже подрисовала, ну, что-то вроде такого бетона, бетончика она нарисовала. Это патронный ящик с лентой, 512 патронов. То есть даже эта чудовищно скорострельная пушка могла стрелять непрерывно 5 секунд. Но, разумеется, так никто не стреляет, потому что все уже давно, это дело автоматизировано. Что-то измеряет дальность до цели, радиодальномер или лазерный дальномер. Вычислитель все это дело пересчитывает. Гироскопы меряют угловую скорость линии визирования цели. И, в конце концов, на экране перед летчиком появляется некая точка, расчетная точка, куда прилетят снаряды. Он ее совмещает, нажимает гашетку. Длительность очереди также автоматически регулируется. То есть 512 патронов – это от 5 до 10 коротких очередей. Там, допустим, по 50-100 выстрелов в одной очереди, что более чем достаточно для уничтожения любого летающего объекта. Вот двигатель. Как я уже сказал, двигатель один. Я вам его тоже подрисовал, чтобы лучше было видно. Двигатель совершенно незаврядный. Да, конечно же, про Твитни. Конечно же, про Твитни. Вот такой он красивый у них на официальном сайте. На официальном сайте. Двигатель обладал замечательными параметрами. Единичная тяга – 10800 кг. Вот в том первом варианте F100, да. F100 он называется, который стоял на первых модификациях. Отношение тяги к весу 7,6, если я не путаю. Ну, это очень хорошо, но не что-то сверхъестественное. Феноменальным этот двигатель оказался в другом. В другом. Когда с ним проработали основательно, выяснилось, что двигатель этот обладает уникальной надежностью и долговечностью. Вот там все оказалось уникальным. На сей момент выпущено 7200 таких двигателей с общим налетом 24 миллиона летных часов. То есть, в среднем, один такой двигатель успешно работает 3000 моточасов. 3000 моточасов. DAS из фантастиш. DAS из фантастиш. 100 часов, если двигатель авиационный работает, отсюда считалось очень хорошо. Немецкий «Фоккеволь» 190-й истребитель Второй мировой войны начал боевое свое применение с двигателем с моторесурсом 25 часов. 100 замечательно. 200, 300, 400 – это вообще супер. Двигатель с такими напряженными параметрами, там 1370 градусов Цельсия, температура газов перед турбиной. 1370 градусов Цельсия – это уже белое пламя. Не светло-желтое, не соломенное. Просто белое пламя. Это 1370. При этой температуре железка становится жидкой. Прыбкой становится железком. А там лопатки работают. Вот, 3000 моточасов отрабатывает этот двигатель или, не или, они это проверяли на испытания, 6000 циклов запуска. Уникально надежный, долговечный, замечательный двигатель. Вот, скажем так, боевой глаз, боевой глаз этого самолета, радиолокатор. Там, по номерам, это 68-й по счёту, ну, обозначение этого локатора цифровое. Там сначала буквины идут. Щелевая фазированная антеннная решётка. Вот это милое сооружение. Тоже показал очень высокую надёжность. Там наработка на отказ порядка 130-140 часов была уже вот в этих вот первых вариантах. И где-то на дальности в 60 примерно километров он способен был обнаружить советский истребитель. Ну, то есть, что-то летящее с эффективной поверхностью радиоотражения ПР 1, 2, 3 квадратных метров. А также, конечно же, способен был выделять цели на фоне подстилающей земной поверхности. То есть, обнаружить низколетящие самолёты, обнаружить низколетящие крылатые ракеты. То есть, посмотрев сверху вниз, он мог обнаружить самолёт или крылатую ракету на фоне Земли. Если только это самолёт или крылатая ракета, летит со скоростью больше 100 километров в час. Ну, крылатые ракеты летают во много раз быстрее. Да и вертолёты, в общем-то, по большей части летают быстрее. То есть, это было заложено в самом начале. Это было реализовано. Обнаружение низколетящих целей с помощью вот этого бортового радиолокатора. Такая замечательная вещь. Теперь, после того, как все поняли, что она такая замечательная, в 1978 году невероятно быстро. Ещё раз напоминаю, что в 1974 начались только полёты первых прототипов. А в 1978 году, это невероятный темп, за 4 года началось серийное производство поставки самолётов в США. За первые два года было сделано 650 самолётов. Но сейчас не делают так много. То есть, самолёт сразу же был определён как основной самолёт для американских ФВС. Далее, энергичная работа плечами и выкручивая руки своим европейским союзникам. Американцы объяснили, что им не надо, союзникам европейским, не надо ничего придумывать. Вам даём отличный самолёт, платите деньги. А в результате Ф-16 стал и основным самолётом для всех ФВС стран НАТО, и для других союзников Америки, вне НАТО. А, как я уже сказал, за первые два года серийного производства их понаделали 650, а к 93-му году, то есть за первые 15 лет производства, сделали 3793 штуки. 2200 округляю, поступили ВВС США, и более полутора тысяч поступили европейским и другим союзникам Соединённых Штатов. То есть самолёт стал, наверное, одним из самых массовых реактивных самолётов эпохи последней четверти XX века, а по состоянию на сей момент, говорят, их понаделали уже 4,5 тысячи штук. Как не трудно догадаться, те же самые процессы происходили и в головах советских военных специалистов, военных руководителей, и, соответственно, наш ответ на Ф-16 появлялся, разрабатывался практически в те же годы, с очень небольшим отрывом. Смею предположить, что полезные идиоты тоже в этом деле поучаствовали, поинформируя в советскую сторону о всех телодвижениях американцев. А как бы то ни было, наш ответ на Ф-16, то есть истребитель МиГ-29, первый полёт совершил уже 6 октября 1977 года, то есть отрыв был всего-то в три года от американцев. Но, естественно, как это принято у нас, первым полётом называется первый полёт чего-то, не имеющего ни бортового вооружения, ни бортового радиолоката, не имеющего половину оборудования, но что-то проподнялось. Что-то проподнялось и село успешно. Потом 6 лет работы по доводке, как всегда значительно дольше, чем у американцев, потому что надо было что-то такое запихнуть сразу, чтобы оно поднялось. Как бы то ни было, как бы то ни было, не будем злобствовать. В 83-м году, в октябре 83-го года, самолёт был принят на вооружение, началось его серийное производство. И к 91-му году, по американцам я вам дал данные, просто у меня попали на 93-й, но здесь 91-й год, на момент развала, завершения существования Советского Союза, на вооружение советских ВВС поступило 800 МиГ-29. Американцев, ещё раз напоминаю, на 93-й год, 3793. Ну, то есть, да, отстали на 5 лет, но учитывая, что жизненный цикл современного самолёта где-то, ну, ещё уже больше 40 лет прошло, и то и другое, Е-16 и МиГ-29 стоят на вооружении, вот в этом масштабе, ну, плюс-минус 5 лет, это, можно сказать, одновременно, интереснее посмотреть, на что с этого получилось. Причём мой интерес в данном случае не столько для техникума, а уже сколько для того вопроса, который, конечно же, интересует аудиторию, прежде всего украинскую аудиторию. А что, собственно говоря, хорошего получат украинские ВВС, если вместо МиГ-29 или в дополнение к МиГ-29 у них появится Ф-16. Вот перед вами табличечка. Как вы прекрасно понимаете, и то, и другое, и МиГ-29, и тем более Ф-16, Ф-16 это гораздо большая история модернизации, непрерывно модернизировались, непрерывно менялись, там много-много основных модернизаций, между ними какие-то промежуточные. Ну, я вам привёл совершенно конкретно Ф-16, ну, они так называют блок-10, блок-15, блок-52, сейчас, по-моему, уже гораздо больше, чем блок-52 по номеру. Это советские, так называемые, модификации 9-13, наиболее массовые, и они примерно одинаковые, современники. То есть это, что это конец 80-х. Ну, вторая половина 80-х годов. Вот американские Ф-16, блок-10, и МиГ-29, 9-13. Что мы видим? Ну, главное, характеристико любого самолёта, это его вес. Потому что главная задача при проектировании самолёта, чтобы он летал по воздуху и не падал. МиГ-29 в полтора раза тяжелее. Там сразу видно, да, что это за вес. Весов бывает очень много всяких. Это так называемый нормальный взлётный вес. Ну, с некой нормальной, наиболее, что ли, массовой, наиболее типовой подвеской вооружений, с неким среднестатистическим, принимаемым для основных видов операций боевого применения, количеством топлива в баках и так далее. Нормальный взлётный вес. Есть такое понятие. Значит, мы видим, что МиГ-29 в полтора раза тяжелее. Но с учётом того, что на МиГ-29 стоят два двигателя. Два, а не один. То одна из самых главных характеристик – это третий столбик. ТГС на КГ. Килограмм силы на килограмм. Тяга вооружённость. Сколько килограмм силы приходится на один килограмм нормального взлётного веса? Ну, здесь они практически одинаковые. Но у МиГ-29 есть небольшое преимущество. Для того, потому что я считал, для одной из модификаций, при других модификациях, при других представлениях о нормальном весе, будет как-то по-другому. Одинаково. Будем считать, что одинаково. И тот, и другой обладают тягой вооружённостью примерно в единицу. Это очень много. Это в полтора-два раза больше, чем было у самолётов предыдущего поколения. Ну, тяга вооружённость единица. То есть тяга. Ну, конечно, максимальное форсажное двигатель, исключённое форсажной камерой. И равновесу. То есть если этот самолёт поставить на попку и включить, то он, вообще говоря, начнёт вертикально взлетать, как космическая ракета. Медленно всплывать. Ну, скорее всего, он опрокинется. Но, в общем-то, при такой тяговой вооружённости он может делать свечку и непрерывно вертикально подниматься в воздух. Это огромная тяговая вооружённость. Следующая колонка. Килограмм на метр квадратный. Это удельная нагрузка на крыло. Килограмм веса на квадратный метр. Это одна из важнейших характеристик маневренности. Чем больше нагрузка на крыло, тем, соответственно, тяжелее самолёт. Аэродинамически тяжелее. Он более плотно сидит в воздухе. И, соответственно, ему труднее крутиться. Нагрузка высокая. Нагрузка высокая. Не надо было делать так много, но мы смотрим на последний столбик. Скорость. ПФ-16-2 Маха, МИГ-29, аж 2,3 десятых. Простите за крайнее нахальство, но я считаю, что это ошибка. Изначально ошибка в определении проектных параметров. Ошиблись? Да. Очень умные люди. Огромные институты. Не надо было абсолютно самолёту для ближнего манерного боя. Нафиг не нужна такая скорость. Опыт войны во Вьетнаме показал, что во время воздушных боёв не зафиксировано. Не то, что во время воздушных боёв, вообще применение американской авиации в Вьетнаме. Не зафиксировано, по-моему, ни одной минуты или полпроцента лётного времени полёта на сверхзвуки. Вся воздушная война в небе на Вьетнаме была дозвуковая или околозвуковая. Никому эти два Маха не нужны, но никто не рискнул, ни у кого не поднялась рука записать в тех заданиях что-то меньше. Ну как же можно сделать меньше, а русские-то сделают больше, или наоборот, мы сделаем меньше, а американцы сделают больше. А поэтому все нарисовали вот так. Высокая скорость потребовала достаточно большой, то есть потребовала маленького крыла, или другими словами, большой дельной нагрузки на крыло. Тем не менее, тем не менее, благодаря исключительно высокой, на тот момент феноменально высокой тягой вооружённости, единица, даже столь плотно сидящий в воздухе самолёт в дельной нагрузке больше 400 килограмм на метр квадратный обладала исключительно высокой манеренностью. Если вы почитаете популярные книги, журналы, там будет написано располагаемая перегрузка 9. Ну 9 это, скажем так, рекламные трюки. С перегрузкой 9 вообще-то не может летать живой человек. Ну или он будет летать, но в бессознательном состоянии. Но как бы то ни было, где-то там 7-то точно было, то есть самолёт обладал великолепной манеренностью. Располагаемый перегрузка 7 это лучше, чем у самого лучшего истребителя Второй мировой или Корейской войны. 315-330 метров в секунду, что это такое? Это вертикальная скорость. Это очень высокая вертикальная скорость. Ну то есть за 3 секунды самолёт поднимается на километр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот что такое 3 секунды. За эти 3 секунды самолёт поднимается на километр. То есть буквально свечой ввинчивается в небо. Замечательно, замечательно. То есть да, действительно, требования по высокой манерности были обеспечены. И тот, и другой главным образом был вооружён и ракетами с тепловым самонавидением. Ну и плюс пушка. Пушка американцев была помощнее и с большим боезапасом, скажем так. Но в любом случае, в любом случае, разглядывая эту табличку, мы видим, что ну ничем МиГ-29 не хуже. Если не сказать, что чем-то даже ещё и получше. А если ещё принять во внимание, ещё раз повторяю, что МиГ-29 это двухдвигательный самолёт. А двухдвигательный гораздо больше шансов вернуться на свою базу после воздушного боя, чем у однодвигательного самолёта. То вообще, скажу вам сразу и однозначно, если бы вот мне, вот мне вот лично самому бы надо было что-то выбрать, я бы, конечно, себе выбыл МиГ-29. И даже в этом не сомневайтесь. Но тут мы ставим большущую запятую. Да, такой вывод был бы верный, если бы мне зачем-то пришлось принять участие в воздушном бою в стиле 80-х годов. Ближнем, маневренном, визуальном. Однако, с 80-х годов, а сегодня у нас 23 год следующего столетия, прошло уже, скажем так, 40 лет. Из этих 40 лет, как и следовало ожидать, маховик военно-технического совершенства сделал ещё один оборот ровно на 180 градусов или по спирали, как на случай диалектикам, поднялись, а примерно туда же, но на существенно другом уровне. То есть, продолжающиеся 40 лет же на месте не стояло, совершенствование радиоэлектроники, микропроцессоров, вычислительных машин, трудотельной электроники. Это всё дело привело к тому, что через 40 лет мы снова вернулись к концепции применения самолёта-истребителя с 60-х годов, тот самый дальний, невидимый, неконтактный воздушный бой, только на уже другой, на другой технической основе. Другая техническая основа – это современный бортовой радиолокатор, применительно к… в 16-м, там уже стоит с номером 83, NAPG-83. Это такая красивая вещь, на которой уже щелевая пассивная антенная решётка заменилась активной фазированной антенной решёткой. Не пугайтесь, сейчас поясню, о чём идёт речь. Пассивная, как их обозначают, или там щелевая, смысл построения, он перед вами. Есть единый, единственный источник, то есть мощный генератор СВЧ-излучением, там магнетон или ещё что-то, то есть один генератор, а уже ту энергию, которую он качает, сотни волноводов, управляемых волноводов с управляемой задержкой, с управляемым фазовым сдвигом подводятся к сотням излучающих элементов, например, излучающих щелей, если это щелевая пассивная антенная решётка. Вот такое построение. А теперь появление совершенно новой третотельной электроники позволило сделать крохотный, крохотный, ну, как ноготь на мизинце, наверное, маленький излучатель и современная активная фазированная антенная решётка, вот это перед вами, если присмотреться, там много-много таких, ну, как сказать, как у ёжика иголок, только коротенькие иголочки. Вот то, что вы видите, это активная фазированная для шведского гриппина, там их 500, в современных бывает и тысячи, и полторы тысячи, полторы тысячи отдельных излучателей, и каждый из них излучает, а все они вместе управляются центральным компьютером. И что это нам даёт? Это очень много чего даёт. Ну, во-первых, просто и не затерево повышается общая совокупная выходная излучаемая мощность, существенно больше стало. Далее, коль скоро у нас огромное количество активных излучающих элементов, мы можем выстраивать какую угодно диаграмму направленности, всё, что только в голову не придёт, перестраиваемую, меняемую, для обнаружения цели в открытом пространстве одна, для обнаружения цели на фоне Земли другая, для катографирования местности третья, морская поверхность четвёртая, можем увеличивать дальность, уменьшать разрушающую способность, можем повышать разрушающую способность, уменьшать дальность, можем по-всякому играться с отстройкой от вражеских помех и так далее. Огромные возможности, совершенно нестижимые ранее. Далее, качественное повышение надёжности. То есть, если на всех предыдущих локаторах выход из строя главного генерирующего устройства, там магнетрон или какой-то другой лампы, проводил просто к немедленному прекращению работы всего, то в данном случае один, два, десять, двадцать этих самых маленьких излучающих антенн, элементов, не антенночка, элементов, всего лишь немножко ухудшат её работу. Колоссальное дублирование, колоссальное резервирование, дублирование всё-таки двое, а тут резервирование вместо одного излучателя полторы тысячи излучателей, в результате стало и лучше по всем параметрам, да ещё и надёжнее. В результате, в результате, буквально в габариты того же самого, того же самого F-16 помещается новая AN-APG-83 с активной фазированной антенной решёткой, которая способна обнаруживать воздушную цель с ЭПР-2 метра, то есть тот же самый советский МИК-29 на дальности 160-180 км. Причём всё это очень надёжно, всё это никак не отвлекая внимания лётчикам, она его обнаружит, она её берёт на сопровождение, она способна одновременно сопровождать до 30 воздушных целей и одновременно обстреливать 8, одновременно 8, что значит обстреливать, это значит, что она готовит, она определяет координаты воздушной цели, заводит это в бытовой компьютер, бытовой компьютер считает сразу для 8 целей и заводит это дело на 8, чего? На 8 ракет воздух-воздух радиолокационным активным самонаведением, тот самый АМРАМ, о котором много говорили, и каковой АМРАМ или АИМ-120, установленный в наземном железном ящике, называется зенитно-ракетный комплекс НАСАМС. Так вот, это мы говорили, ракета полностью реализует принцип запустил-забыл, то есть ей в память завели, куда надо лететь, дальше она по программе в нужное место летит, когда она в некую нужную зону прилетела, она включает свой собственный, уже собственный, трохотный, малогабаритный радиолокатор, обнаруживает цели, на нее наводится. В результате теперь воздушный бой с использованием современных последних модификаций F-16 выглядит так, на дальности 160-180, если не больше, те цифры, которые я вам привел, взяты из российского, российского, заметьте, военно-технического журнала, военное обозрение, 8 февраля 17-го года. То есть с огромной дальности обнаруживается российский истребитель, при этом он совершенно даже не понимает, что его кто-то обнаружил. Ну, минуту еще мы тратим на то, чтобы определиться, принять решение, выбрать приоритетные цели, нажать или не нажать кнопку, за эту минуту мы еще сблизились, ну, там километров на 20-30, ничего страшного, российский истребитель по-прежнему нас не видит, после чего мы запустили 8, 8 Абрамов по 8 российским самолетам, еще там хорошо выполнено, долго развернулись и полетели назад. И полетели назад. 8 целей, ну, в идеале, конечно, будут сбиты, причем никто из них даже не поймет, что произошло и кто его сбивал, они не видели. Они на своем локаторе даже не видели того самолета, который их атаковал. Вот так может выглядеть современный воздушный выбор, причем надо сразу сказать, это еще далеко не предел, это далеко не предел, в частности, даже евро, не даже, не даже, европейский Еврофайтер Тайфун, там у них уже вообще чудеса, у них там 240 километров обнаружения, цель СПР один квадратный метр, причем локатор способен заглянуть за плечи, за спину, радиус, ну, сектор обзора 200 градусов, то есть 180, это полный, прямой угол еще по 10 градусов туда-сюда, как таком можно сделать, подумайте, но это сочетание, там механические, все-таки еще вращается вот эта плоская антенна, плюс электронное сканирование. Вот так оно теперь будет выглядеть, то есть, да, мы опять вернулись буквально туда, откуда хотели уйти с помощью самолетов поколения РА-4, поколения ранних F-16, но F-16 последних поколений уже стал совершенно другим, не просто другим по параметрам, он принципиально другим, поэтому еще раз повторяю, что сейчас я бы ни в коем случае не сел и БИН-29, лучше бы я сел в F-16 последних модификаций вот с этими современными системами обнаружения, управления огнем и современными ракетами воздушного боя. Однако, однако, откатим, откатим, снова вернемся к, вернемся в конец 80-х годов, вернемся к сравнению F-16 и МИГ-29 и посмотрим на следующую картинку. И вот тут мы видим, что это совершенно разные самолеты. Что я вам тут нарисовал? Первый столбик это вес пустого, вес конструкции, то есть без топлива, без масла, без человека, без вооружения. И мы видим, что F-16 в полтора раза легче. Полтора раза легче. Он действительно очень легкий. И при этом самолет, который в полтора раза легче, F-16, поднимает боевые нагрузки в полтора раза больше. В результате последний столбик, что я там нарисовал, это проценты, какую долю, какой процент вес боевой нагрузки составляет от веса пустого самолета. Вот именно от пустого я решил посчитать, потому что вес пустого это абсолютно конкретная вещь. А все остальное нормальный взлетный вес это такая растяжимая категория, что значит нормально. От вес конструкции его просто взвешивают на заводе. У американца вес боевой нагрузки составляет 73% от веса пустого, а советского всего лишь 27%. Это уже что-то в 3 почти меньше. То есть как носитель вооружения F-16 несравненно эффективнее. И я имею в виду прежде всего и главным образом вооружение для удара по наземным целям. Вот замечательная да, рекламная картинка, конечно, причем-то Локет Мартин скажет при том, что он всех сожрал, а всех уже давно этот гигант поглотил, и теперь эти F-16 делаются на том же самом домозаводе, но организационные это уже принадлежит Локет Мартину. Суть не в том, посмотрите на это разнообразие всяких, у нас это называется полезная нагрузка, всяких средств для поражения как воздушных, наземных, надводных, каких угодно целей. То есть, это полноценный, вот этот маленький, легенький, еще раз повторяю, вес пустого, 7 тонн, что это такое, это очень легкий самолетик, а этот легкий самолетик, это полноценная, совершенно полноценный ударный самолет, это платформа, с которой можно применять огромное разнообразие всякого оружия для поражения наземных целей. И тут уже советский МИГ-29, который и стоит часть нагружения Украины, ему просто и в подметке не годится. Так что, смотря, как оценивать по каким параметрам. А теперь переходим к третьей, наверное, самой главной части нашего техникума, а что же, собственно, получает Украина от того, что у нее появится F-16, что в этом может быть хорошего, чем это лучше, чем МИГ-29. У нас это известный исторический анекдот, когда император спрашивал, почему вы не стреляли салютно в мою честь, во-первых, у нас нет пороха. После такого, во-первых, не нужно и во-вторых, ответил император. Так вот, самый простой ответ заключается в том, что F-16 много, и они есть, и они будут, а МИГ-29 уже нет. После такого опресса, прямо скажем, нечего и добавлять. МИГ-29 на территории Украины не делались и не делают УТСЯ. Понятно, что получить их от производителей России невозможно, ну, разве что только в виде того, что падает с неба. То, что можно было выбрать у бывших союзников Советского Союза, по Варшавскому договору, оно уже по большей части уже поступило, возможно, в виде разработанной как якобы запчасти, суть не в том, но это все заканчивается или закончилось. А кроме того, то, что и можно было забрать из бывших стран Варшавского договора, это безнадежно изношенная, это безнадежно изношенная техника, которая уже больше, наверное, четверти века, и она уже основательно устаревшая, и она уже устаревшая технически. То есть, их нет или почти нету пригодных для использования, причем полноценного использования с требованием сегодняшнего дня, у них 29-й пост на белом свете нет. А с F-16 все наоборот, я же вам говорил, сделано было 4,5 тысячи, я помню, эту цифру еще не успел назвать, всего было сделано 4,5 тысячи, их полным-полно, они непрерывно модифицировались. Последние модификации F-16 это просто самолеты, как сейчас называют, поколение 4++, в частности, в частности, разумеется, протвить не без дела не сидел, на последних модификациях стоит вот это же двигатель 229, F-100 229, там уже 13 220 килограмм силы тяги, а было 10800, напоминаю, соответствующий рост всех летных характеристик, я не знаю, никто не знает, публично это не освещалось, что именно, какого поколения, каких модификаций F-16 суда должны прибыть, с каким по счету локатором, с каким набором бортового подвесного вооружения, не бортового, подвесного, правильно сказать, вооружения, но, по крайней мере, принципиально возможно, что приедет что-то, что способно очень эффективно, что будет способно очень эффективно вести воздушный бой против любого современного российского истребителя. Это number one. Далее, как еще раз, еще раз повторяю, по весу боевой нагрузки он практически, нет, сейчас уже они подняли, то есть в два раза, вес боевой нагрузки в два раза больше, чем МиГ-29, а между нагрузкой для ударов по наземным целям, то есть он вполне может быть использован как ударный самолет для провожения наземных целей, причем все это можно сделать гораздо более эффективно, технически эффективно, чем это делает например Су-25, основная рабочая лошадка нынешних украинских ВВС. Он высотный, F-16 высотный и скоростной, то есть он может выдвинуться в район цели на высоте и на скорости, которая делает абсолютно невозможным поражение его маловысотными, любыми маловысотными средствами, и ПЗРК, и зенитно-ракетные мобильные комплексы, малой дальности, то есть основное легкое ПВО наземных войск. БУК или С-300 его могут, а все мелкое, то, что стоит непосредственно ПВО сухопутных войск, уже решить эту задачу не сможет, после чего он может с большой высоты или применить современные управляемые средства поражения, всякого рода планирующие бомбы, ракеты, о чем мы тоже много говорили, то же самое Штормшеду, например, Шандар-Рахмати или еще что-нибудь, в общем, в целом это гораздо эффективнее по всем параметрам, как средств нанесения удара по надземным целям, нежели имеющиеся сейчас Су-25, говоря уже про чудовищный износ тех Су-25, которые сейчас находятся на вооружении украинских УВС, опять-таки, чем их чинить. Далее очень важно отметить, что двигатель вот этот проотвитневский F100 продолжает выпускаться, продолжает выпускаться, то есть те F16, которые могут сюда попасть, могут, еще раз могут, могут быть оснащены самой последней модификацией, и в принципе это может быть условно говоря двигатель заводской смазки, потому что двигатель по-прежнему стоит на конвейере, его по-прежнему не на конвейере, в производстве его делают. То есть это могут быть самолеты с свежим новым двигателем, с очень современной во всех смыслах новой радиоэлектроникой, да, конечно, это несомненно более эффективно, чем те МиГ-29, которые еще летают. Это такой, знаете ли, позитив. Это такой, знаете ли, позитив. Теперь переходим не к негативу, а переходим к некому реализму. Некому реализму. Это все равно техникум, техникум, техникум. А какие конкретно задачи вот в этой реальной войне могут решаться? Ну, воздушный бой, да, очень может быть, сейчас 30 раз повторяю, если приедут последние модификации, то воздушным боем они могут противостоять самым современным российским стрелям. только никаких воздушных боев что-то у нас не происходит. Вот так идет эта война, по причинам, которые я не берусь обсуждать, тем более в акутехникуме, но воздушных боев между пилотированными и самолетными почти что не бывает. Изменится ли что-то с появлением другого самолета, не знаю. Далее, далее. Ну, главную угрозу представляют ракеты, ракетная идет сейчас война, не столько самолетная, сколько ракетная, которыми противник, начиная с октября прошлого года, пытается, правда, крайне неэффективно, пытается разрушать инфраструктуру украинской экономики и военной инфраструктуры. Можно ли с помощью F-16 взять, вот слетать в Энгельс и прямо на взлете шандарахнуть какому-то Ту-95, взлетающий или там на маршруте, когда он летит к Каспийскому морю. Посмотрим на карту, а почему бы нет. Вот это он нарисовал расстояние от Запорожья до Энгельса. Энгельс тот самый аэродром российской стратегической авиации, откуда они все и летают. 875 километров, ну что это за расстояние. Это для F-16 не расстояние, он может и дальше слетать. Это перед вами картиночка, изображающая знаменитую операцию «Опера» 1981 год, обратите внимание, то есть участвовали F-16 самых ранних, самых старых, устаревших по стране сегодняшнего дня модификации, это когда израильские ВВС нанесли удар и уничтожили иракский ядерный реактор. А что интересно, что интересно, в операцию участвовали F-16 и F-15, немножко странным для меня распределением функций. Ударными самолетами как раз были легкие F-16, каждый нес по две бомбы 900 килограмм каждая, причем свободно падающей бомбы, они бомбардировали с пикирования, а F-15 обеспечивали постановку помех, ну и прикрытие на случай, если откуда-то возьмутся, появятся иракские истребители. Вот так они слетали, сбросили 16 бомб, из которых 14 попало, из которых 12 взорвалось, пробив перекрытие крыши реактора и обнулив реактор полностью до груда кирпича. Ну вот расстояние я так-то как-то по прямой нарисовал 1100 километров в одну сторону. То есть, конечно же, F-16 может слетать. Еще раз повторять, Запорожье до Этгельса 875 километров. Тем не менее, имеющиеся с самого первого дня войны, имеющиеся по сей день на вооружении украинских ВВС СУ-27 тоже самое вполне могли бы слетать, но никто не летал. Видимо, есть какие-то причины, по которым не наносятся авиационные удары по объектам в глубине российской территории. И если эти причины действительно существуют, если эти причины продолжают существовать, то появление F-16 ничего не изменит. Ну, ладно, я понимаю, что рейд на глубину в тысячу километров к Энгельсу это пустые фантазии, пустые разговоры. Ну, что бы попроще, ну, что бы попроще. Злосчастный, многократно бывший герой наших техникумов, кинжал, то есть баллистическая аэробаллистическая ракета из Кантера, подвешенная под МиГ-31. А МиГ-31, ракета тяжеленная, три тонны, а МиГ-31 с ней еле взлетают, взлетают они с аэродрома в Беларуси и на скорости не больше 0,8 маха, как меня поинформировали знающие люди, каких там трех махов, 0,8 на дозвуковой скорости, на дозвуковой скорости только и способны таскать эту дуру под себя, под собой, они этого, так называемого, кинжала, то есть из Кантера запускают по объектам на территорию Украины и прямо скажем создают серьезнейшую проблему. Но тут далеко летать не надо, тут далеко летать не надо, взлетают они в Беларуси, запускают где-то недалеко от, наверное, границы, может быть, даже перелетая, не знаю, белорусского украинского границы, то есть здесь не нужны глубокие рейды, любой и МиГ-29, который стоит на вооружении украинского ВВС, тем более Су-27, вполне мог бы такое дело осуществить, зайти в воздушные пространства Беларуси, шелдорахнуть, это МиГ-31, тем более, что когда он летит с этой трехтонной дурой под пузом, он крайне уязвим во всем смыслах. Но ничего подобного никто за 15 месяцев войны не предпринимал, вероятно, есть какие-то причины, еще повторяю, я не собираюсь их обсуждать и догадываться, но если эти причины существуют и продолжают существовать, то и в 16 ничего не изменит. А что же он все-таки изменит? Ну, во-первых, то, что я уже выше сказал, это очень эффективная платформа для нанесения ударов по наземным целям, гораздо более эффективная, чем Су-25 или МиГ-29. Второе, а, наверное, самое первое и самое главное, это замечательный летающий зенитно-ракетный комплекс. Вот так вот на него посмотрим. То есть, у него есть любых вариантах, даже если приедут не самые современные, даже если приедут старые модификации Ф-16, он имеет радиолокатор, который, безусловно, его для этого делали, для того, чтобы он обнаруживал советскую крылатую ракету, которая летит над землей на малой высоте в режиме отслеживания рельефа местности. Это его штатная задача с самого начала с первых модификаций. То есть, он может собственно своим радиолокатором обнаружить полет российского там калибра или Х-101 или Х-555. Еще лучше это будет сделать, если ему кто-то подскажет, где она летит. Есть основания предположить, что кто-то подсказывает. И украинские военные команды получают информацию и о взлете бомбардировщиков, и о запуске ракет, запуске ракет с акватории Черного моря и так далее. В-16 туда выходят, замечательно, замечательно, обнаруживают крылатую ракету на фоне земли, а дальше вопросов нет. В очередной раз повторяю, дозвуковая, практически не маневрирующая алюминиевая труба. Ее можно сбить любой ракетой, которую можно запустить со Ф-16, включая простой дешевый санвидер, можно просто расстрелять из вышеупомянутой пушки. Я не зря обратил ваше внимание, что у нас способно где-то 10 очередей дать. То есть, как средство, как такой летающий зенитно-ракетный комплекс, летающая зенитка, он просто замечательно хорош. И что важно, это для выполнения такой задачи не нужна супер большая, супер высокая и супер длительная подготовка летчика. Я задавал этот вопрос Роману Светану, это личная беседа, но потом он это повторял и в прямом эфире, так что я могу это повторить и сейчас. Но он вообще-то летчик-инструктор. Он вообще-то летчик-инструктор, это работа, профессия его, учить летчиков. Он утверждает, что для того, чтобы летчик высокой, исходно высокой квалификации мог выполнить следующее дело, сесть, взлететь, полет по маршруту, выход в указанный рубеж перехвата, включение радиолокатора, обнаружение крылатой ракеты и запуск по ней российской крылатой ракеты и применение бортового оружия и возвращение назад. При полном отсутствии займется противника в воздухе какого-либо противодействия Земле. По мнению Светана, на это нужен месяц. Не буду спорить. Может быть месяц, может быть два. В любом случае тут не надо какие-то многолетние интервалы подготовки. Все это делается, как вы понимаете, сейчас на наземных тренажерах. Это совсем не надо летать и сжечь моторесурс двигателя. Много делается наземных тренажеров. Ну, а для летчика высокой лететь и сесть и снова сесть. Еще раз повторяю, без противодействия противника в воздухе эта задача вполне себе решаемая. Поэтому, если когда они придут, то они могут быть достаточно быстро включены в действие. Я не вижу никакой причины для того, чтобы ожидать чего-то кардинального. Я не вижу причину, по которой они могут что-то кардинально изменить в общем ходе войны в воздухе, в общем ходе операции по защите украинских объектов от российских пилотых ракет, но в любом случае это будет значительно подспорьем, это существенно увеличит возможности, и учитывая, что их в мире сотни, их в мире сотни, а двигатели продолжают делать, а радиолокаторы продолжают делать, то их боеготовность, боеспособность этих самолетов, если когда они окажутся на вооружении украинских ФВС, можно поддерживать достаточно долго, и это очень важно. Вот собственно все, что я мог по этому поводу вам доложить, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok